Итак, всем привет, с вами ДБГ. В прошлой серии мы тут практически добили все угрозы, осталось лишь НАТО. В этой серии мы как раз-таки займемся устранением последней угрозы в нашем управлении. Как вы можете видеть, мы тут подготовили высадки в Грецию, сразу и в какие-то острова, и в саму Грецию, в Турцию. Параллельно, здесь у НАТО есть несколько стран-союзников Венгрии. Мы зайдем с территории Румынии, которую мы в прошлой серии завоевали. Бельгия и Нидерланды. Мы просто из Франции нападем так же, как и на Испанию. Ну и здесь также вот эта армия сейчас будет готовить высоту в Британию. Флот мы себя тоже сейчас подвезем. Наконец-таки, кстати, мы накопили влияние на Россию. Теперь Россия наша варионетка забавная. Первый раз вижу эту женщину. Что случится со всеми варионетками России? Они все стали независимые и перешли в свой варианс. Ладно, забавно. Россия у нас просит финансовую помощь. Нам полтора миллиард. Нет, подожди, полтора, триллиарда долларов. Нет, Россия, ты с этим сама. Фринляндия объявила войну России. Я не знаю, как это прокомментировать. Удачи финнам, что? Это, слушайте, я боюсь, что мне придется помочь России, потому что финны успешно наступают. А это значит, что мне все-таки придется вот так вот сделать, чтобы Россия не воевала 20 тысяч лет. Потому что это реально может быть сейчас очень долго. Вообще, очень сильно может затянуться. А нам это не нужно. Ну, мы прибыли, сразу ситуация поменялась. Наш спецназ без проблем сразу пробивается. Единственное, кстати, спецназу будет выдать что-то против танков. Хотя, слушайте, мы все-равно их пробиваем. Даже с учетом их бронированности, ничего. Франция спасает Россию от Гринляндии. Что поделать? Слышно, заметил, почему в Варскорте идет. Потому что Россия в этой войне уже успела набить тысячу от бомбардировок. Что она бомбардировала? Хороший вопрос. Предлагаю просто родомными самолетами родомные провинции. Так боты и набираются в Варскорте. Любопытно. Хотя поздравлю нас. Мы официально сферодержава. Наш ВВП составляет практически 16% от мира. А сферодержава считается уже от 15%. Наша армия тут почти готова. Я уже готовлюсь нападать. Начал, когда заболелась на Турцию, потому что самый быстрый был из всех соседей. Единственное, еще на севере тут у нас США будет, на севере от Мексики. Мексика, я не знаю, сможет ли справиться. По ощущениям, нет. И по ощущениям, как только мы закончим в Европе, надо будет срочно ехать в Америку, помогать в Мексике. Итак, момент настал. Сейчас начнется очень жесткая загружка. Эти корабли уже поплыли. США вступает в войну. Здесь начинается мясо, здесь начинается мясо. Ух, жесть. В Бельгии, кстати, очень жесткие авиабои идут. В принципе, наносим больше урона, но все равно русские самолеты также наши войска бомбят. Неплохо так. Здесь еще морские битвы идут. И в Греции здесь и в Турции жесткие наземные бои. В Испании, кстати, все достаточно просто оказалось. Супер большого сопротивления мы тут не встретили. Даже сейчас нужно думать над тем, чтобы, возможно, авиацию перевести отсюда полностью. Или не совсем полностью. Посмотрим. Испания, наконец-таки, капитулировала. Здесь же и Португалия. Теперь армию можно куда-то еще перевести. Здесь же у нас очень какие-то русские бои. Стоит, наверное, здесь и помочь. Здесь мы смогли заставить капитулировать Грецию и поможем сейчас нашей живой группировке сил капитулировать Турцию, потому что там ситуация не такая хорошая. Рожская авиация, а также русские танки не дают нам пробиться. А в Бенилюксе наши перегруппированные войска снова пробуют пробиться. Кстати, в этот раз вроде как неплохо. Спрямо приказываем просто выбиваем им боеспособность, потому что самолеты наносят огромный урон. Здесь тоже мы смогли перенести сюда авиацию, и теперь здесь все пошло совсем по-другому. Турция тоже в скорости капитулирует. А вот и Бельгия подъехала. Сейчас там будут Ирланды, а значит следующая Британия. Приятный факт, большое количество наших союзников все-таки полезно. Они просто продавливают США. На самом деле, возможно, мне даже не придется высаживаться. А в США то в Британии начинают приводить войска свои ядерные боеготовности, то выводить из-за этого игра бесконечно лагает. Это очень меня раздражает, конечно, но что поделать. Осталось не так много сил. Это кто такой? Это вот здесь нужно... Ну, мы сейчас сможем так-то пройти. Я просмотрю, кого-то это еще нужно ликвидировать. А вот высадка в Британию. В Британии даже все порты без гарнизонов не могут. Не может покрыть все. Собственно говоря, мы без проблем заходим и оккупируем ее. А тем временем наши марионетки и союзники просто в ноль обращают все силы в США. США уже не сможет, я думаю, сдержать такой прорыв. И это только вопрос времени, пока они ставят ее капитулировать. Британия, к тому же, уже капитулировала. Пенгрия все еще не вступила в войну. А у нас здесь армия стоит и ждет суда. Так что мы немножко ей поможем. А Турцек потихоньку тоже закатывается. Решаю также по пути в Германию захватить, чтобы соединить наши территории. Все-таки там и там очень много территорий. В Германии даже какое-то сопротивление оказывает. Тут это ненадолго. Нам достаточно будет сейчас авиацию сюда перетянуть и все поменяется резко. Еще можно сделать вот эту вещь тоже. Вот, тем временем тут сопротивляется в основном только Турция. Как ни странно. Ну, это долго не заняло. Европа теперь плюс и минус практически вся наша. А вот и Турция наконец капитулировала и остается здесь немножко столиц позанимать. Я думаю последние силы тоже капитулирует. Вот капитулировала Сирия и последняя страна здесь. Держится она. Встанем сюда авиацию. Я думаю сейчас без проблем она также задастся. Ну, так и есть. Вот мы практически выбили последние силы сопротивления. Отлично. Осталось лишь США. Но это лишь вопрос времени. Так, прежде чем они капитулировали, у нас здесь есть цифры потерь. На самом деле потери у нас составили очень небольшие. у них тоже всего лишь 1 миллион, так что последняя война оказалась не такой уж кровавой, как две предыдущие мировые. Но после этой войны в принципе воин уже в мире серьезных не будет. Потому что останется лишь один мировой гегемон франция. А вот и оно. Стоит как-то поделиться этот мир. Примерно как-то так получилось. В США были раздроблены. В основном орионетки Японии. У нас здесь можно сказать почти что бывшие французские территории. Самое забавное то, что Канада перед этим успела выйти из НАТО. И она тоже перешла к националистам. Она поняла к чему все идет. Но в целом я думаю на этом можно заканчивать. Мы победили всех кого только можно. У нас уже огромная экономика, огромная армия, угроз не осталось. Так что с вами был Дугай. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, все как обычно. И до скорых встреч в новом серии прохождения.